Всем доброго времени суток! Сегодняшнее видео посвящено общим вопросам деятельности прокуратуры России. В целом, тема о прокуратуре весьма объемная, поэтому пришлось ее разделить. Досмотрите это видео до конца, уверен, вам будет это очень полезно. Итак, правовой основой деятельности прокуратуры России является Конституция Российской Федерации. Ей посвящена статья 129 и Федеральный закон о прокуратуре Российской Федерации. В статье 129 Конституции России дано определение прокуратуры. В том числе указано, что прокуратура является единой федеральной системой органов, осуществляющих надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, уголовное преследование в соответствии со своими полномочиями, а также выполняющих иные функции. Частью второй, в статье 129 Конституции России предусмотрено, что прокурорами могут быть граждане России, не имеющие гражданства других государств, либо вида на жительство или иного документа, дающего право постоянного проживания в ином государстве. Обращаю ваше внимание, что термин «прокурор» охватывает не только прокуроров и их заместителей, но и начальников управления, делов и иных структурных подразделений прокуратур, а также помощников прокуроров. Также прокурорам запрещено иметь счета в иностранных банках за пределами Российской Федерации. Обратите внимание, все это установлено Конституцией Российской Федерации. Но почему-то закон о прокуратуре в Российской Федерации не является федеральным конституционным законом, но все-таки реализует те нормы, которые установлены в Конституции Российской Федерации. Возглавляет прокуратуру Российской Федерации генеральный прокурор. Он и его заместители назначаются после консультации с Советом Федерации Федерального Собрания и освобождаются от должности президентом Российской Федерации. Таким же образом назначаются на должности и освобождаются от них прокуроры субъектов Федерации и равные им прокуроры. Равные прокуроры, например, это военные прокуроры флотов или военных округов. Также существуют прокуроры специализированных прокуратур, приравненные к прокурорам субъектов Федерации. Прокуроры городов, районов и приравненные к ним прокуроры, например, межрайонные прокуроры, природоохранные прокуроры, прокуроры метрополитенов и некоторые другие прокуроры специализированных прокуратур, назначаются на должности и освобождаются от них генеральным прокурором Российской Федерации. Прокуратура осуществляет надзор. Первое. За исполнением законов федеральными органами исполнительной власти, органами власти субъектов федерации и органов местного самоуправления. Второе. За исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие. Третье. За исполнением законов судебными приставами. И четвертое. За исполнением законов администрациями органов учреждений, исполняющих наказание и применяющих меры принудительного характера, назначенных судом, а также администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу. Стоит добавить, что существуют даже специализированные прокуратуры, которые осуществляют надзор за органами пенитенциарной системы, то есть, например, за местами лишения свободы. Следует обратить внимание на обязательность исполнения требований прокурора. Сведения, запрашиваемые органами прокуратуры, необходимые для осуществления ими деятельности, предоставляются в течение пяти рабочих дней. А если сведения необходимы для проведения проверок исполнения законов, то сведения предоставляются в течение двух рабочих дней. Прокурор имеет право предоставить более продолжительное время для предоставления запрашиваемых материалов. Но в тех случаях, если присутствует угроза причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, а также возникновения чрезвычайных ситуаций, то материалы или их копии должны быть предоставлены прокурору в течение суток с момента предъявления требования. Однако в тех случаях, когда в указанной прокурором сроке невозможно исполнить требования, необходимо уведомить прокурора. Если непредоставление или несвоевременное предоставление сведений обосновано, прокурор назначает дополнительный срок для исполнения требований. Если же сведения или материалы не предоставлены без уважительной причины, виновное лицо подлежит привлечению к административной ответственности по статье 17.7 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Генеральный прокурор, его заместители, а по их поручению другие прокуроры правят присутствовать на заседании Палат Федерального Собрания Российской Федерации, их комитетов и комиссий правительства России, представительных или же законодательных и исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления. Обращаю ваше внимание, что прокуратура имеет свою иерархию, и, соответственно, на заседании Палат Федерального Собрания и их подразделения, а также правительства России присутствуют представители Генеральной прокуратуры Российской Федерации, как правило, на областном или, правильнее сказать, региональном уровне присутствуют представители прокуратуры Республики или прокуратуры области и иного субъекта Федерации, А уже на заседаниях органов местного самоуправления, как правило, присутствуют сотрудники прокуратуры района или города, в зависимости от того, какое муниципальное образование в данном случае. Далее. Прокуратура координирует деятельность по борьбе с преступностью органами внутренних дел, как правило, это органы полиции, также Федеральной службы безопасности, таможенных и других органов. Далее. Территориальными правоохранительными органами районного и областного уровня, а также центральными правоохранительными органами проводятся совещания с участием прокурора. В том числе они могут быть и внеочередные по требованию прокурора, если этого требуют интересы службы. Если прокурор при осуществлении своей деятельности выявляет необходимость совершенствования нормативных правовых актов, он имеет право обращаться в органы, обладающие правом законодательной инициативы, или непосредственно в органы, принявшие нормативно-правовый акт, об изменении, дополнении, отмене или принятии нового нормативно-правового акта. Обращу ваше внимание, что нормативно-правовые акты принимаются законодательными и центральными, обращаю ваше внимание, органами исполнительной власти, то есть министерствами, ведомствами и так далее, и органами местного самоуправления. Структурные подразделения органов исполнительной власти и их территориальные органы не имеют права принимать нормативно-правовые акты, а издают только правовые акты. Там есть определенные нюансы. Также прокуратура имеет право проводить антикоррупционную экспертизу нормативно-правовых актов по методике, утвержденной правительством Российской Федерации. В случае, если прокуратура выявит коррупционный фактор, то прокурор выносит уполномоченному органу требования об устранении данного фактора, которое подлежит рассмотрению в течение 10 дней. Также хотелось бы обратить ваше внимание, что служба в органах прокуратуры является особым видом государственной службы. И она, кстати, учитывается при дальнейшем прохождении, например, гражданина службы в органах внутренних дел, а также в органах Федеральной службы исполнения наказаний и Федеральной службы судебных приставов. То есть, грубо говоря, специальная служба в погонах, она зачитывается и в том, и в ином виде. И служба в органах внутренних дел также засчитывается в органах прокуратуры для дальнейшего назначения пенсии. Относительно пенсии хотелось бы обратить ваше внимание на следующее. Действующим законодательством, например, предусмотрено, что при выходе на пенсию и военнослужащие, и сотрудники органов внутренних дел получают пенсию с понижающим коэффициентом. Например, 0,62. А сотрудники прокуратуры свою пенсию получают полностью, без данного понижающего коэффициента. То есть, имеется вот такое привилегие. Также хочу обратить ваше внимание, что сотрудники военной прокуратуры имеют воинские звания. Например, лейтенант юстиции, капитан юстиции, полковник юстиции и так далее. То есть, они являются военнослужащими. И им выслуга идет именно военная. То есть, они могут переходить на службу в органы ФСБ или военные подразделения Следственного комитета. И, собственно, и из этих же ведомств имеют право в военную прокуратуру переходить сотрудники, и служба им будет засчитываться. Ну, это имеет значение и для денежного удовольствия, и для выхода на пенсию. Также у сотрудников прокуратуры, которые не являются военнослужащими, существует система специальных званий, которая, в принципе, параллельна той же самой системе в органах внутренних дел или у военнослужащих, но только звания совершенно другие. То есть, например, званию лейтенант соответствует, например, юрист третьего класса, а званию, например, полковник соответствует старший советник юстиции и так далее. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие видео. Обязательно сниму еще видео о прокуратуре Российской Федерации. Просто материал очень огромный, предыдущее видео об адвокатуре пришлось монтировать из трех роликов. В общем, если вам что-то понравилось или не понравилось, пишите в комментариях. Всегда рад идти вам на встречу, снимать новые видео на интересные вам темы. Всем счастливо, удачи!